МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. И коротко о главных событиях этого выпуска. КТО в Шамильском районе в селении Телетель уничтожили боевиков. 600 тысяч вакцин от гриппа привезли в Дагестан. Роспотребнадзор республики локализует угрозу массовых заболеваний. Махачкала – самый грязный город России, так оценивают столицу Дагестана местные жители. О результатах исследования сегодня в выпуске. Двух вооруженных преступников ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Шамильском районе республики. Нейтрализованные боевики входили в шамильскую банду, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета. Сначала им предложили сложить оружие и сдаться, однако они открыли огонь. На месте столкновения были найдены автоматы и боеприпасы к ним. Среди личного состава потерь нет, мирные жители также не пострадали. Напомним, что в прошлом году силовики уничтожили главаря шамильской банды Ибрагима Амирова. Группировка ответственна за убийство главы районной администрации и начальника райотдела полиции, имама центральной мечети и художественного руководителя Дома культуры. Кроме того, члены банды вымогали деньги у крупных бизнесменов и предпринимателей. В Дагестан привезли 600 тысяч вакцин от гриппа. Сотрудники Роспотребнадзора призывают жителей пройти вакцинацию. По их словам, над республикой нависла угроза массовых заболеваний. Что говорят специалисты и где можно обезопасить себя? В сюжете Гамзата Нурмагомедова. Сотрудники ведомства на личном примере популяризируют прививку. По их словам, это наиболее действенный метод формирования иммунной защиты организма человека. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в текущем эпицезоне в Российской Федерации будут доминировать вирус, штаммы вируса гриппа А, H1N1, так называемого свиного гриппа, и прежний вариант H3N2 и грипп Б. Как раз эти штаммы включены в состав новой вакцины. Иммунизация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям, начиная с шести месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска, медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта. Самый благоприятный период для вакцинации против гриппа – это сентябрь-октябрь. Вакцина против гриппа – она очень эффективная, безвредная и без применения консервантов. Суммарное число переболевших гриппом и ОРВИ с начала эпидемического подъема заболеваемости составило около 60 тысяч человек, из которых всего 20 случаев гриппа зарегистрировано среди привитых лиц, что свидетельствует об эффективности иммунизации. Вакцинацию можно пройти во всех поликлиниках по месту жительства абсолютно бесплатно. Имущественные налоги являются основной составляющей, формирующей бюджеты муниципальных образований. Об этом заявили сегодня на пресс-конференции представители Управления Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан. По их словам, именно от уровня сбора налогов зависит благосостояние дагестанцев. Сила органов власти муниципальных образований направлена на то, чтобы увеличить количество облагаемых налогом объектов капитального строительства земельных участков и других объектов. Участники встречи обсудили суммы долгов физических и юридических лиц по имущественным налогам. Выяснилось, что долги в Республике имеют более 100 физических лиц. Представители Управления сообщили, что 10 ноября в Республике, как и в других регионах, налоговой службы проведут день открытых дверей, в ходе которого граждане смогут получить ответы на все интересующие их вопросы. Это не столько налогов, это население населения, это бюджет и города, и для города, и для Махачкова, и для сельских поселений. Сельские поселения, они у них бюджет формируют за счет земельных имущественных налогов. Там и так не так много суммы налогов, но это какие-то деньги, которые зарплату получают те же администрации, Косовы, там у нас их работают, там не много работают, поэтому от сбора налога многое зависит, местных налогов. В ресторане «Майдат» состоялось чествование докторской диссертации руководителя международных отношений Муфтия Республики Дагестан Шихабуддина Гусейнова. В мероприятии приняли участие муфти Республики Дагестан шейх Ахмад Афанди и председатель Даком Религия Магомед Абдурахманов. Путь к докторской степени уполномоченным представителем Муфтията Дагестана Шихабуддина Гусейнова был долгим и кропотливым. Продолжительное время он обучался в арабских странах, окончил экономический факультет ДГУ, учился в Американском государственном университете в городе Бейрути на факультете филологии и гуманитарных наук. В 2014 году защитил кандидатскую диссертацию в этом вузе, а в июле этого года получил докторскую степень за диссертацию «Конфликтные тексты». Когда бывают тексты конфликтные, как выйти из этого положения. И тексты бывают разные, разъясняющие, сложные и провокационные. И когда такой текст бывает, как выйти из этого положения, как выйти из этого текста и из этого предложения. Муфти Дагестана шейх Ахмат Афанди лично поздравил Гусейнова и отметил, что это событие имеет важное значение для всей республики. Если ранее Дагестан прославляли спортсмены, то сейчас настало время и тех, кто занимается религиозными науками. Ребята, которые занимались религией, которые учились в истанских вузах, и некоторые люди их называли такими отставыми людьми. Опять сейчас, видимо, наступило время прославить Дагестан на сегодняшний пока на всю Россию. И через некоторое время мы будем претендовать прославить Дагестан на весь мир. Поздравить новоспеченного доктора наук прибыли профессора. Доктор экономических наук, президент Дагестанского государственного университета народного хозяйства Гамин Бучаев. И доктор физико-математических наук, ректор ДГУ Муртазали Рабаданов. Рабаданов, в частности, выразил радость, что выпускник его вуза достиг таких высот. Это очень хорошо. Мы гордимся своими выпускниками. Вот один из наших выпускников, который пошел дальше и добился новых знаний, новых результатов. Говоря о Гусейнове, председатель Дагомрелигии отметил, что это человек, с которым легко наладить дружеские отношения и который сам без труда их налаживает. Доказательством служит деятельность Гусейнова по налаживанию международных отношений в арабских странах. Говорят, что человек познается в пути поезд в Сахаре. Мы не раз, лично я оказывался вместе с Чехопутином Хаджи, с рабочими поездками как в других регионах России, так и во многих арабских странах. Мы были в Сирии, в Ливане, в Саудовской Аравии. И везде он проявлял себя лучшим образом и доказал, что на него можно положиться. Также Гусейнову было вручено благодарственное письмо от председателя Дагомрелигии. Зарплаты и развития государственных и конфессиональных отношений и духовно-нравственные просвещения населения Республики Дагестан. Не исключено, что в дальнейших планах у доктора Наука Гусейнова, как отмечает он сам, преподавательская деятельность. Также в его графике запланировано множество заурбежных поездок. Сам он уверяет, что готов всего себя посвятить работе на благо и процветание нашей Родины. Я очень счастлив, очень рад. Не тем, что я защитил докцию диссертацию, а что такие столь важные, столь признанные ученые, достаточные шейхи, почетные люди, поздравили меня. Самым грязным городом России стала Махачкала. Она набрала чуть больше 4 баллов и оказалась на сотом месте в рейтинге чистоты. Специалисты сайта Домофон.ру выяснили, как горожане оценивают чистоту своих городов и составили рейтинг чистоты 100 крупнейших населенных пунктов Российской Федерации. За основу исследования было взято мнение местных жителей, которые отвечали, насколько по 10-бальной шкале они согласны с высказыванием «в моем районе чисто, мусор убирается своевременно». В опросе приняли участие более 250 тысяч человек. Самым чистым городом страны оказался Грозный. За ним следуют Нижний Вартовск, Кормовир, Нижний Камск и Набережные Челны. Самыми грязными городами страны, согласно опросу, оказались Махачкала, Волгоград и Саратов. А сейчас предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Гамзата Нурмагомедова. В Дагестане разрабатывают вертолет для полетов на малых высотах в горной местности. Разработкой вертолета занимается завод «Дагдизель». Опытный образец техники планируется представить уже в 2018 году. Руководитель предприятия пояснил, что разработка такой техники стала возможной благодаря модернизации производства. В Хасавертовском районе отремонтировали подъезд к селу Нового Гатли от трассы Аксай-Буденовка. В эксплуатацию ввели полтора километра подъездной дороги. Эта трасса обеспечивает автомобильные сообщения между селом и городом Хасаверт, а также с другими населенными пунктами и районами Дагестана. В Саград Легунипского района воссоздали уникальную мечеть. Она в точности повторяет архитектуру старого культового сооружения, построенного еще до революции. Четыре года назад в декабре храм уничтожил пожар. Мечеть восстановили силами местных жителей на пожертвования выходцев из села и меценатов. Стены и двойные циркульные арки мечети созданы из стесанного горного камня. Роспотребнадзор Дагестана рассказал о влиянии спиннеров на здоровье детей. По словам представителей надзорного органа, запрос в исследовательские организаторы был направлен с учетом беспокойства родителей и учителей из-за агрессивного продвижения самой популярной игрушки в мире. Из экспертного заключения следует, что спиннер не имеет ярко выраженного положительного или отрицательного влияния на психику ребенка. Повышенный интерес к этой игрушке явление кратковременное, но маленьким детям спиннер нужно давать с осторожностью, потому что вред от него может быть связан с поломкой игрушки и механическим травмированием различных частей тела ребенка ее деталями. Спиннер не следует покупать с рук, так как игрушка может быть изготовлена из материала, не отвечающего требованиям безопасности. При покупке следует обращать внимание на резкий химический запах и повышенный шум. В этих случаях следует отказаться от спиннера. Если с игрушкой играют дети, надо регулярно проверять ее целостность. И в завершении выпуска курс валют на завтра. Доллар составляет 58,07 рубля, евро 68,35 рубля. А на этом у нас все. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашем сайте nnttv.ru. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч.